Я думаю, что все убедились, что у суда отсутствуют какие-либо законные основания по продлению содержания под стражей. Представленный обвинительный акт необоснован и не содержит ни одного такого слова. Совместно придуманные Кожуховским и Кирилл Хамриски смешны и опровергнуты защитой. Но мне кажется, что здесь дело совершенно другое. На примере данной судейской тройки мы видим плоды судебной реформы Порошенко, результатом которой явилось полное отсутствие правосудия в государстве. Оно просто уничтожено. Что подтверждается и социологическими опросами, говорящие о критическом тотальном недоверии людей в суде. В нашем случае судьи, согласившись участвовать в совершаемых режимом преступлениях по преследованию его угодных, ставят перед дилеммой. Сохранить работу и потерять честь, или сохранить честь и потерять работу. Судьи белых, кудрявцев и ткач, видимо, выбрали первые. Но они, очевидно, не понимают, что потеряв честь, они не сохранят работу. Так как судьи бесчестия нужны власти только для выполнения грязной работы, и после этого от них отправлены просто избавраться. Так что упивайтесь сегодня своим Сесилий, потому что завтра у вас просто нет.